Эфир канала Россия 24 продолжит Вести Хакасия. В студии Наталья Чудина. Здравствуйте. На полном ходу въехал в колонну детей. Сегодня в Абакане на улице Некрасова возле школы номер 11 водитель иномарки сбил двух мальчиков прямо на пешеходном переходе. Ученики третьего класса, больше 20 человек возвращались организованной группой с экскурсией. Вместе с учителями дождались зеленого сигнала светофора и пошли через дорогу. В этот момент в них и влетел Рено Меган. Очевидцы говорят о том, что действительно водитель ехал на огромной скорости. При первом визуальном осмотре водитель трезвый, но тем не менее водители будут направлены на медицинское свидетельственное состояние опьянения. А водители известны. Ему 30 лет, он абаканец. Стаж за рулем небольшой 2,5 года. Но это не мешало ему гонять. Больше половины штрафов за превышение скорости. Тормозить и в этот раз он не собирался. Трагедия произошла на глазах детей. Они в шоковом состоянии. Многие сразу же стали звонить родителям. Сбитые мальчики обоим по 10 лет доставлены в городскую больницу. В крайне тяжелом состоянии с множественными переломами и травмами головы. Один из них в коме. К расследованию обстоятельств произошедшего подключились и полицейские. Хакасия за, против всех. Парламентарии республики одобрили проект федерального закона, предусматривающий возврат графы против всех кандидатов. По мнению экспертов, выборы последних лет показали, что граждане, не желающие голосовать за представленных в списках кандидатов, оказались лишены возможности выразить свою гражданскую позицию. В условиях отсутствия в избирательных бюллетенях строки против всех. Способами протестного голосования становятся порча бюллетеня или голосование за маргинального кандидата. Добавим, что согласно действующему законодательству, проект представленного федерального закона будет включен в повестку заседания депутатов Государственной Думы в случае одобрения законопроекта не менее чем половины субъектов Российской Федерации. Домой под конвоем отправили шесть гастарбайтеров, незаконно находившихся на территории Хакасии. Решение об их выдворении принял суд, а приставы сопроводили под задержавшихся гостей до Красноярского аэропорта. На родину нелегалы отправятся с комфортом и надолго. Погода в Хакасии упорно не хочет быть зимней. Кто от этого точно пострадал, так это животные. Многим из них давно уже пора в спячку, они к ней подготовились. Шерсть стала гуще, медведи прибавили в весе, а белки запасли орехи на зиму. Но зверям не спится, слишком тепло на улице. В дикой природе это настоящая проблема, особенно для медведей. Им приходится голодовать. В такую затяжную осень они могут нападать на людей или скот. В Абаканском зоопарке проблем с едой у хищников, конечно, нет. Но это все равно стресс. Они сейчас находятся в таком полусонном состоянии. Но едят прекрасно, чувствуются прекрасно, бегают. То есть нормально. Что касается погоды, никаких разительных перемен в прогнозах нет. До конца этой рабочей недели заморозки будут до минус 12, но только ночью. Притом днем плюс. Снег время от времени пойдет, но с дождем. Морозы начнутся в декабре. В первую декаду сразу до 30-35 в середине месяца. Снега будет мало. Это были все новости, которые мы успели рассказать к этому часу. После смотрите рубрику интервью. Сегодня речь пойдет о материнском капитале. А я пока с вами прощаюсь. Удачи и до встречи на канале Россия 24.